А всем добрейшего понедельничка! С вами Иной Ньюз. Новости, не высосанные из пальца. Компания Square Enix готовится к Final Fantasy Festival, который пройдет с 15 по 17 ноября в Лас-Вегасе. На этот раз трансляция с места событий будет совершенно бесплатной. Далой виртуальные билеты, подаешь нам халяву! 16 ноября, во время выступлений продюсера проекта Final Fantasy XIV Naoki Yosida, игроки ждут анонса третьего крупного дополнения. Его название и содержание по сей день остаются загадкой, но предположительно зрителям продемонстрируют CGI-ролик нового патча и как минимум одну новую профессию. Совсем недавно Square Enix зарегистрировали новую торговую марку Shadowbringers. С тех пор игроки полагают, что это и есть название нового дополнения. Но это не все новости от площадки. 12 декабря к 15 части финалки выйдет бесплатный кроссовер под названием Adventure from Another World, в котором молодая девушка по имени EMA прибудет из онлайн мира 14 финалки. В кроссовере вам дадут подраться с первобытным Горудой и получить новые костюмы для парней. 6 ноября к сетевому экшену Warframe вышло новое дополнение – Фортуна. Фортуна – это подземный город, в котором проживает общество Solaris. Тела этих бедолаг были изъяты за долги перед корпусом и дополнены при помощи технологий. Но несмотря на тяжелые условия жизни, они не падают духом и работают над терраформированием Венеры. В этом дополнении вы выступите в качестве освободителя общества Solaris и вступите в нелегкую схватку с отрядами корпуса. Для быстрого перемещения по планете найдите банду, живущую в вентиляционных шахтах под Фортуной. Они помогут вам создать Car Drive Hoverboard – уникальную доску, способную левитировать над землей. В дополнении вас ждут новые украшения и улучшения для Китгана, новый компаньон по сбору лута Моа, улучшенная добыча и рыбалка, и новый Warframe – Гаруда – Алая Дева Смерти. Warframe специализируется на краже жизни из своих жертв. Ну а тем, кто не пропустил прямую трансляцию дополнений на Твиче, прилетели нехилые дропсы. Среди них Warframe – Нидус и Кора, мод Рифл Райвен, праздничный фейерверк и многое другое. Прародитель жанра ММО Ричард Герриот сообщил о том, что его детище Shroud of the Avatar переходит на фри-то-плей. В его компании Portalarium прошла череда увольнений. По официальным данным, для корректировки размера команды. Но мы-то прекрасно понимаем, что такие корректировки всегда имеют финансовые подоплеки. Все дело в том, что онлайн у игры тает с каждым месяцем. Игроки жалуются на бесполезные обновления, которые не вводят в игру ровным счетом ничего, а лишь имитируют рабочий процесс. Пиковое число игроков в проекте колеблется около 300. Кажется, господин Герриот войдет в историю как создатель одного шедевра. Компания Wargaming выходит на рынок со своим хак-н-слэш-проектом Pagan Online. Мир игры вдохновлен дохристианской мифологии, и игроки могут исследовать его самостоятельно или в составе группы. Доступ к альфа-тестированию предоставляется индивидуально, через специальную форму на сайте игры. Проект находится под NDA, а значит говорить о кадрах геймплея пока что рано. 7 ноября стартовал УБТ проекта Lost Ark. По официальным данным, пиковый онлайн в игре составил 250 тысяч человек. Сервера ломились от наплыва игроков и падали, но в конце концов устаканились и вошли в привычное русло. Хотя нет-нет до вечерком и постоишь в очереди 7 тысяч человек. Первые впечатления об игре довольно смутные. С одной стороны это классическое приклассическое MMORPG, с большим выбором классов, а с другой стороны изометрия и полная коридорность. То есть переходя из локации в локацию, вы сталкиваетесь с очень узкими рамками мира, и отсюда ощущение масштабности игры пропадает. Не знаю почему, но мне показалось, что это Айон в изометрии, но только без крыльев и бездны. Прокачка проходит на квестах с какой-никакой, но сюжетной историей. К завершению квестовой цепочки каждой из карт прилагается данж. Чем дальше вы погружаетесь в мир игры и чем старше становится ваш персонаж, тем красивее и сложнее данжи. Система трайподов совсем не нова, но выглядит довольно приятно. Комбинируя пассивные навыки каждого из скиллов, вы можете добиться разных эффектов во время каста. Полагаю, что такая скучная квестовая прокачка – это плата за большое количество ивентов на капе игры. Поживем – увидим. А пока 12 ноября сервера были остановлены на внезапную профилактику. Поговаривают, что корейцы нашли эксплойты в Башне Бесконечности. Мол, кто-то использовал сторонний софт для получения игрового преимущества. Все это может привести к блокировке VPN-программ, которыми пользуются многие игроки. В худшем случае – к повторной верификации аккаунтов. Так что скорей, блядь, заходите на мои стримы по игре, пока нас не вайпнули. Эээ, чёрт. Я сказал, блядь. Блядь, я опять это сказал. Ну и одна из самых неожиданных новостей недели. ММО-РПГ «Властелин колец онлайн» запускает свою классическую версию игры – Legendary Server. Сразу хочу сказать, что это не будет отдельным клиентом игры, а всего лишь дополнительный сервер к уже имеющимся. По словам разработчиков, билд игры не унесёт нас в далёкий 2007 год, а лишь сюжетом и максимальным уровнем персонажа. Все расы, классы и геймплейные улучшения, которые появились в игре до сегодняшнего дня, останутся на Legendary Server. Каждые 4 месяца планируется добавлять новый контент и поднимать максимальный уровень. Все изменения в текущей версии клиента будут появляться и на Legendary Server. Для тех же, кто не знаком с игрой, могу сказать, что Латро – это очень атмосферное MMORPG с большими возможностями для ролеплея, разнообразными классами и большим открытым миром, в котором вы найдёте знакомые места и лица. Точно так же, как и на канале Иной Гейминг Ченнел – знакомое лицо, знакомое место. Так что быстро отсыпали все лайков, а я побежал готовить. А, и не забудьте подписаться! Субтитры сделал DimaTorzok